Друзья, премьера культового фильма о агенте 007 перенесена была на конец аж 2020 года, а часы главного героя уже в наличии. Жаркая новинка – часы Джеймса Бонда в этом обзоре. Не секрет, что Omega Simmaster 300 является бестселлером продаж. И честно признаться, именно эта коллекция стала визитной карточкой бренда. Первый Simmaster появился на запястье Бонда в 1995 году в фильме «Золотой глаз». И эти часы пронесли верную службу аж до 2002 года. И были в таких фильмах, как «Завтра не умрет никогда» и «Целого мира мало», «Умри, но не сейчас». С 2006 по 2015 год в фильме фигурировала также, безусловно, Omega. Но на этот раз у Бонда были аж двое часов. Планет Оушен, Акватера – все это часы из коллекции Simmaster. И они, безусловно, с хорошей вот защитой. И очень надежные, и верный такой спутник для нашего агента 007. И вот, наконец-то, 2020 год. Новый фильм «Не время умирать» и абсолютно новые часы Джеймса Бонда. Говорят, руку приложил сам Дэниел Крейг. Дэниел Крейг играет последний раз в Бондиане. И я бы хотел обратить особое внимание на эти часы и что они из себя представляют. Все, не буду я вас больше томить. Переходим к обзору этих часов. Честно, я сам очень ждал эту модель. И доставал своих друзей с представительства. Ну, когда же они придут? И признают, что в магазинах таких часов вы практически не встретите. Так сказать, некий эксклюзив достался нам. Буду говорить честно, так как я это вижу, чувствую и постараюсь вам передать. Первое свое ощущение – это, честно признаться, вес. У меня вот смутило, почему так весит? И почему такая маленькая коробка от таких культовых часов? Давайте смотреть. До этого коробки были действительно крупные и большие. С дополнительными браслетами. Какими-то элементами. Здесь нас встречает вот такой вот тканевый чехол. Такой, знаете, солдатская такая вот переносная сумка военная. С хлястиками из замши. Такими вот клепками. Интересно. То есть, это необычная подача. И действительно видно, что вот такой вот милитарий, знаете, армейский стиль. На дне коробки лежит, безусловно, книжка, инструкция по пользованию на разных языках. На русском также, конечно же, все здесь описано. Это вот я коробку уберу в сторону. И переходим к нашей основной коробке. Коробке, даже как-то язык не поворачивается ее назвать. Чехолу. Сзади есть карточки, подтверждающие, что это хронометр. Мастер-хронометр. Это специальный сертификат у Омеги. Пиктограмма. И основной документ, гарантийный талон. Международная гарантия, друзья. Это все у нас хранится вот в таком вот отсеке. Будем открывать. Клепки раскрываются. И нас вот встречает вот такое вот оформление. Приятная отделка внутри. И бросается в глаза отсутствие чего-то. Здесь, как вы видите, есть специальный отдел. Я уверен, что здесь должна была быть отвертка, чтобы вы могли быстро поменять браслет на другой ремешок. Но компания Омега настолько торопилась к созданию этих часов и выпуску нового фильма, что, наверное, забыли укомплектовать. Но я приготовил для вас специальную отвертку, которая очень хорошо подходит нам. И теперь у вас будет полный комплект, так что не переживайте. Эту невесомость придает не только коробка, но и сами часы. Часы Seamaster 300 007 Edition. Браслет и корпус часов выполнен из титана. И я первый раз вообще вижу, чтобы миланское оплетение было выполнено из этого металла. Выглядит реально достойно. По тактильным ощущениям очень приятный материал. Он такой, знаете, теплый. И очень комфортно держать его в руках. И я специально со всех сторон трогаю. И нет ни одного отпечатка пальцев. Это действительно практично. Что касается веса. Первоначально, как я вам говорил, у меня вызывало определенный такой вот дискомфорт, наверное. Потому что мы привыкли, что часы Джеймса Бонда это крупные, тяжелые, увесистые. На этот раз и в этом фильме Дэниел Крейг решил внести такую леплю и сделать часы из титана. Почему? А давайте попробуем ответить на этот вопрос. И как считаете именно вы? Пишите в комментариях. Я обязательно за лучший комментарий подарю специальный подарок от бренда Омега. Я думаю, наверное, Джеймс Бонд все-таки устал и начал склоняться к более комфортным вещам. Чтобы это действительно было незаметно, аккуратно, но самое главное практично. Итак, по характеристикам. Это титановый корпус в размере 42 мм. Часы являются антимагнитными. С сертификацией хронометр, мастер хронометр. Вот защита остается у нас стандартная для этой модели 300 метров или 30 атмосфер давления воды. В часах присутствует также гелевый клапан. Отличительной особенностью от стандартного Симмастер 300 является то, что безель и циферблат выполнен из алюминия. И как коллекционеры называют, такого тропического цвета. Реально часы сделаны в такой винтаж. Специально состаренный циферблат. Выглядит действительно интересно. Запястье у меня узкое. Я сейчас продемонстрирую, как они будут лежать на моей руке. Застежка устроена таким образом, что нам нужно нажать две кнопки сбоку. Сверху открывается специальная часть. И мы, по сути, как обыкновенный кожный ремешок или каучук, передвигаем в нужную нам позицию. Продвигаем вот таким вот образом. Вот, наверное, я поставлю на третью позицию. Продвигаем, фиксируем. И сделать часы по-свободнее. Это действительно удобно. Но вот мне бросилось в глаза, и я не могу промолчать. Это вот этот элемент застежки. Когда я взял эти часы первый раз в руки, у меня вызвало сомнение и большой вопрос именно эта застежка, как она выглядит со стороны. Вот сейчас я сниму часы с руки и вам покажу. Она как бы топорщится, торчит, и тем самым, я думал, она будет зацепляться. Но, наверняка, Джеймс Бонд опытный человек и не допустил бы этого момента. И спустя какой-то промежуток времени я переоделся в другой стиль одежды и как-то взглянул по-другому со стороны. И застежка как-то уже не стала бросаться мне в глаза. Да, она торчит, но, честно, не мешает. Что касается длины регулировки, может спросите вы. Как вы видите, вот здесь, вот эта вот часть браслета, она уходит вовнутрь. Тем самым ложится на мое запястье, закрывает основной замок. Это тактильно удобно. Она, самое главное, не мешает. То есть она не давит. Я встречал подобного рода браслеты, которые действительно давили. И был такой дискомфорт от металла, что он был лишним. В данном случае такой проблемы нет. Это нестандартный замок и может быть даже непривычный для меня. Но он действительно удобно открывается, фиксируется, передвигается. И, наверное, время покажет, насколько это практично, будет ли это зацепляться. Так, эта модель бывает еще также в другом исполнении. На ремне НАТО, так называемом. Так что вы можете купить как на браслете титановом, так и на НАТО ремешке. На этот раз компания Омега решили разделить и сделать прям специально две референции, два артикула этих часов, чтобы вы могли купить часы на стропе без переплаты за браслет. Чтобы вы действительно понимали разницу, я решил показать предыдущий стандартный вариант Симастер 300 и бондовскую серию 007. Как выглядит стандартное исполнение, мы уже с вами знаем. Это деревянная массивная коробка. Вот таким вот образом она выглядит. Сейчас я уберу, чтобы нам ничего не мешало. И сами часы. Честно, мне предыдущее исполнение коробки больше нравится. Что касается стальной модели и титановой. В классической версии часов безель и циферблат выполнен из керамики. В специальной же серии это алюминий. Это была задумка, чтобы состарить, искусственно сделать вот этот милитарий стиль. И помимо этого всего, еще и размер. Посмотрите, если обратить внимание на сам безель в высоту корпуса, то алюминий, безусловно, тоньше. Поэтому даже вот эти вот маленькие нюансы дают дополнительную легкость этим часам. При дизайне этих часов разработчики учли несколько деталей. Это вес. Алюминий, безусловно, легче, чем керамика. Высота. То есть этот безель стал тоньше. И, кстати, обратите внимание, здесь сапфировое стекло. Он такое вот, как куполом. Оно выпуклое. В этой модели оно идет стандартное. И, кстати, сам корпус, он также идет чуть тоньше за счет того, что ушли от окошка даты. Здесь у нас дата находится в 6 часах. Что касается Special Edition 007, окошка даты отсутствует. По сути, механизм здесь используется один и тот же. Просто в новой серии убрали модуль даты, и часы стали еще тоньше и легче. Отличием еще этой модели является то, что задняя крышка часов закрыта. И причем она не просто закрыта, у нее есть специальные дополнительные такие надписи. Новая модель оснащена расположенной на задней крышке системой Night Lock, которая позволяет устанавливать все выграверенные надписи в правильном положении. На задней крышке часов выграверены цифры, которые соответствуют формату настоящих часов для военнослужащих. Что мы видим? 0552 – это кодовый номер, обозначающий служащих ВМС. 923-76-97 – это номер дайверских часов. Буква А обозначает, что часы с завинчивающейся заводной головкой. А 007 – это номер самого знаменитого секретного агента. Ну и наконец, 62 – это год выхода первого фильма о Джеймсе Бонде. Почему, спросите вы, здесь используется алюминий? Не сэкономила же марка Омега на материале в данном случае? Я думаю, нет. А использовали они для того, чтобы попасть вот в эту стилистику. И чтобы часы приобретали вот этот брутальный стиль, пошорканный такой, знаете, более подверженный к износу. Потому что алюминий – это более мягкий, безусловно, металл. И он будет царапаться, да. Но при попадании вот этих царапин, ваших царапин, часы будут приобретать вот этот брутальный стиль настоящего агента. Самое главное отличие, друзья, этих моделей – это цена. Специальная серия 007 стоит порядка 660 тысяч рублей. Против классической версии – в 370 тысяч рублей. Вот такая вот разница. Кто-то скажет, вау, действительно, это очень дорого. Да, мне самому показалось это очень дорого. Но помните, это специальная серия. И часто такие часы вы на запястье у других людей не встретите. Как говорится, красота требует жертв. Друзья, вот мы с вами и посмотрели жаркую новинку Simmaster 300 007 Edition. Но у вас есть уникальная возможность приобрести эти часы до премьеры юбилейного фильма. И, так сказать, почувствовать себя суперагентом. Так что, если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, в директ. Я вам с удовольствием отвечу. С вами был Греков Юрий. До новых выпусков. Пока.